добрый день приехал к нам сегодня grand star x с проблемой ухудшения динамики при разгоне и повышение уровня масла повышается уровень была середина сейчас вот мы видим уже чуть чуть выше но не намного но как бы это недолго мы три дня назад меняли его масло и повышается такое происходит у нас зачастую когда это grand star x евро 5 когда забивается сажевый фильтр соответственно создается противодавление топливо начинает хуже гореть и протекает через поршневые кольца в поддон из-за этого повышается уровень масла вариант решения этой проблемы 2 их на самом деле либо менять сажевый фильтр либо удалять экологию соответственно делается это чаще всего в комплексе сразу глушим егр перепрошиваем и удаляем сажевый фильтр и соответственно катализатор катализатор тоже не стоит оставлять многие хотят чтобы машина не дымила там не воняло но после того как и гр глушим все вот эти шлаки которые не сгоревшие топлива масло то есть она все начинает вылетать в глушитель и забивать катализатор то есть там ничего нельзя оставлять потому что угробить и двигатель и турбину все остальное то есть если делать то делать только в комплексе сейчас мы приступим к работе соответственно уже по ходу дела покажем что мы будем делать и как так ну вот снаружи у нас такой вид но мы сейчас пока откручивали стучали молотком чуть сажа сбилась она вот на столе как бы но визуально они всегда вот так все целые чуть вроде бы в саже снаружи но зачастую именно в середине где-то у него начинают плавиться соты мы сейчас его разобьем и вместе посмотрим что там будет просвет ничего не видно что требовалось доказать к его просвета нет поэтому сейчас моего разобьем вытащим посмотрим на соты внутри выгляделя вот он кирпичный цвет вот раз и говорит о перегреве сажевого фильтра до она такого кирпичного как становится видать то ли в топливе каких-то веществ которые температура горения больше чем надо сразу она белая а потом она вот кого кирпичного цвета становится это еще не самое интересное самое интересное увидимся обычно конечно когда она расплавилась уже чек загорается по сажевому фильтру и она совсем не едет а так видишь сажа вот полностью идет ну вот она на всю длину видишь снимается родственник живет в португалии говорит там нет проблем с этой сажевыми фильтрами ездят люди россия до нефтедобывающая странам у нас топливо должно быть лучшее в мире чтобы она хоть качественная была раньше помнишь в два раза дешевле 76 бензина было сливали а бензин также не отъездил слил очень очень в то время умный был у него бочка была на 11 тонну на камазе он еще одну бочку купил 11 тонн насобирал хратом выкидывали блин еще лет пять на аэро ездил на своей солярке ну сажа есть принципе просто так уровень масла не может повышаться так все с этим разобрались пойдем дальше глушить игр ну и игр тоже у нас как бы два варианта механической заглушки можно заглушить на горячей части сзади головки там проходит к железная трубка от и вера и туда ставится заглушка но это на мой взгляд не очень корректно потому что там очень большая температура и вы бы там заглушку не поставили она сгорит либо там прям выкидывать полностью игр и расставить ваговскую широкую толстую заглушку тогда да но мы будем глушить на холодной части здесь вот под дроссельной заслонкой есть тоже трубка игр а сейчас мы не видим открутим этот патрубок увидим соответственно сюда и поставим сажа везде так смотрите какая есть еще проблема у евро 5 гранд старексов это очень часто у них бывает на пробеге где-то после 100 тысяч прокладка впускного коллектора видите он головка он там все в масле внизу идет прокладка впускного коллектора начинает у них подтекать масло соответственно все масло подтекает то и когда турбина надувает воздух может быть утечка там тоже поэтому это моменты надо устранять сразу пока конечно масло это неплохо ржаветь не будет но для двигателя да это не очень хорошо любое подтекание поэтому мы сейчас будем эту течь устранять устранять мы будем заменой прокладочки вот она только оригинальные не советую никакие другие ставить что и оригинальные видите 100 тысяч ходят и все не оригинал я думаю еще быстрее да успокоишься так ну так как мы снимаем впускной коллектор нам все равно придется отсоединять egr и на холодной части поставим заглушку и на горячей части значит поставим заглушку для подстраховки то есть все везде заглушим будет веками работать так ну вот снял впускной коллектор видите вот прокладка резиновая которая просто уже продавилась полностью не выжимает если на все течет здесь и там такая же история так еще один момент что я хотел по поводу впускного коллектора если снимаете снимите вот этот датчик тоже датчик впускном то есть давление в опускном коллекторе видите он тоже весь закоксован сажей то есть вот его лучше тоже почистить помыть сразу комплексе вот это на помойку сейчас мы все внутри вымы снаружи внутри должна быть идеальная чистота в опускном коллекторе будем все собирать на место но тут у кого насколько хватает фантазии я как бы заглушил вот так здесь здесь соответственно тоже на всякий случай поставлю заглушку в эту прокладку вместо этой прокладки думаю это будет железобетонно никуда она не денется кто-то загибает молотком эти трубки кто-то по-разному делают но вот сегодня первый раз так делаю такая мысль голову пришла так ну вот так вот заглушка выглядит поставим ее вместе с прокладкой нержавейка в нашей памяти такие не прогорали вставили это на горячую часть у нас дополнительная так сказать вырезается она полностью потому что если допустим вот на холодную часть сделал его так на горячей части по опыту она подсекать начинает на холодной части в принципе держит так то есть две заглушки на холодную на горячую ставим и соответственно еще за трубку уже как показывали вам заварили тоже то есть заглушили максимально все насколько это возможно все сейчас приступим к сборке вот поставил новую прокладку смотрите насколько она выступает видите то есть резина проседает со временем есть пару миллиметров для выжима поэтому она сейчас прижмется и ничего не будет течь тоже все замыли помыли будем это собираешься так ну что подошла наша работа концу моего уже перепрошили игр заглушили катализатор саживает все удалили прокладку впускного коллектора поменяли все замыли собственно говоря запустили работает мне нравится как мягко хорошо для дизеля даже очень сегодня все добрый путь как говорится ты чё уже все сделал мальчик